Александр Сергеевич Пушкин Метель Кони мчатся по буграм, Топчут снег глубокой. Вот в сторонке Божий храм Виден одинокой. Вдруг метелится кругом, Снег валит клоками, Черный вран, свистя крылом, Вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, Кони торопливые, Чутко смотрят в темную даль, Воздымая гривы. Жуковский В конце 1811 года, В эпоху нам достопамятную, Жил в своем поместье Ненарадове Добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всей округе Гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, Поиграть по пяти копеек в Бостон с его женою Просковьей Петровную, А некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, И что родители его, любезный, заметя их взаимную склонность, Запретили дочери о нем и думать, А его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, И всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись и друг другу в вечной любви, Тетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, Они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, А воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, То нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, И что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, Но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, Венчаться тайно, скрываться несколько времени, Броситься потом к ногам родителей, Которые, конечно, будут тронуты, наконец, Героическим постоянством и несчастьем любовников, И скажут им непременно, Дети, придите в наши объятия. Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать И удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, За садом найти готовые сани, Садиться в них и ехать за пять верст От Нинарадова в село Жадрино, Прямо в церковь, Где уже Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, Увязывала белье и платье, Написала длинное письмо К одной чувствительной барышне, Ее подруге, Другой к своим родителям. Она прощалась с ними В самых трогательных выражениях, Извиняла свой поступок Неодолимую силую страсти И оканчивала тем, Что блаженнейшую минуту жизни Почтет она ту, Когда позволено будет ей Броситься к ногам Дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма Тульской печаткою, На которой изображены были Два пылающие сердца С приличной надписью, Она бросилась на постель Перед самым рассветом И задремала. Но и тут Ужасные мечтания Поминутно ее пробуждали. То казалось ей, Что в самую минуту, Как она садилась в сани, Чтоб ехать венчаться, Отец ее останавливал ее, С мучительной быстротою Тащил ее по снегу И бросал в темное Бездонное подземелье. И она Летела стремглав, С неизъяснимым Замиранием сердца. То видела она Владимира, Лежащего на траве, Бледного, Окровавленного. Он, умирая, Молил ее пронзительным голосом Поспешить С ним обвенчаться. Другие безобразные, Бессмысленные видения Неслись перед нею Одно за другим. Наконец, Она встала, Бледнее обыкновенного И с непритворной Головной болью. Отец и мать Заметили ее беспокойство, Их нежная заботливость И беспрестанные вопросы, «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» Раздирали ее сердце. Она старалась Их успокоить, Казаться веселую И не могла. Наступил вечер. Мысль, Что уже в последний раз Провожает она день Посреди своего семейства, Стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне Прощалась со всеми особами, Со всеми предметами, Ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее Сильно забилось. Дрожащим голосом Объявила она, Что ей ужинать не хочется, И стала прощаться С отцом и матерью. Они ее поцеловали И по обыкновению Благословили. Она Чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, Она кинулась в кресло И залилась слезами. Девушка уговаривала ее Успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была Навсегда оставить Родительский дом, Свою комнату, Тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер, Выл, Ставни тряслись И стучали. Все казалось ей Угрозой И печальным Предзнаменованием. Скоро В доме все утихло И заснуло. Маша Окуталась шалью, Надела теплый капот, Взяла в руки Шкатулку свою И вышла На заднее крыльцо. Служанка Несла за нею Два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, Как будто Сились остановить Молодую преступницу. Они на силу Дошли до конца сада. На дороге Сани дожидались их. Лошади, Прозябнув, Не стояли на месте. Кучер Владимира Расхаживал перед оглоблями, Удерживая ретивых. Он помог барышне И ее девушке Усесться И уложить узлы И шкатулку, Взял вожжи И... Лошади Полетели. Поручив барышню По печенью судьбы, И искусству Терешки кучера, Обратимся к молодому Нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был У жадринского священника, На силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей Между соседними помещиками. Первый, кому явился он, Отставной сорокалетник Корнет Дравин Согласился с охотою. Это приключение, Уверял он, Напоминало ему Прежнее время И гусарские проказы. Он уговорил Владимира Остаться у него Отобедать И уверил его, Что за другими Двумя свидетелями Дело не станет. В самом деле Тотчас после обеда Явились Землемер Шмидт В усах и шпорах И сын капитан Исправника Мальчик лет шестнадцати Недавно поступивший В Уланы. Они не только Приняли предложение Владимира, Но даже клялись ему В готовности Жертвовать для него Жизнью. Владимир Обнял их с восторгом И поехал домой Приготовляться. Уже давно Смеркалось. Он отправил Своего надежного Терешку В Ненарадово Со своей тройкой И с подробным Обязательным наказом. А для себя Велел заложить Маленькие сани В одну лошадь И один Без кучера Отправился в Жадрино, Куда часа через два Должна была приехать И Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, А езды всего Двадцать минут. Но едва Владимир выехал За околицу В поле Как поднялся ветер И сделалась такая метель, Что он ничего не взвидел. В одну минуту Дорогу занесло. Окрестность Исчезла во мгле Мутной и желтоватой, Сквозь которую Летели белые хлопья Снегу. Небо Слилось С землею. Владимир Очутился в поле И напрасно Хотел снова попасть На дорогу. Лошадь Приехал полем, Пересеченным Глубокими оврагами. Метель не утихала, Небо не прояснялось. Лошадь Начинала уставать, А с него Подкатился градом, Несмотря на то, Что он поминутно Был по пояс В снегу. Наконец, Он увидел, Что едет Не в ту сторону. Владимир Остановился. Начал думать, Припоминать, Соображать И уверился, Что должно было Взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его Чуть ступала. Уже более часа Был он в дороге. Жадрина Должно было быть Недалеко. Но он ехал, Ехал, А полю Не было конца. Все сугробы До овраги, Поминутно Сани опрокидывались, Поминутно Он их подымал. Время Шло. Владимир Начинал Сильно беспокоиться. Наконец, В стороне Что-то Стало чернеть. Владимир Поворотил туда. Приближаясь, Увидел он Рощу. Слава Богу, Подумал он, Теперь близко. Он поехал Около рощи, Надеясь Тотчас Попасть На знакомую Дорогу Или объехать Рощу Кругом. Жадрина Находилась Тотчас За нею. Скоро Нашел он Дорогу И въехал Во мрак дерев, Обнаженных Зимою. Ветер Не мог Тут свирепствовать, Дорога Была гладкая, Лошадь Ободрилась, И Владимир Успокоился. Но Он ехал, Ехал, А жадрина Было Не видать. Рощи Не было Конца. Владимир С ужасом Увидел, Что он Заехал В незнакомый Лес. Отчаяние Овладело Им. Он ударил По лошади, Бедное Животное Пошло Было Рысью, Но скоро Стало Приставать, И через Четверть Часа Пошло Шагом, Несмотря На все Усилия Несчастного Владимира. Мало Помалу Деревья Начали Редеть, И Владимир Выехал Из лесу. Жадрина Было Не видать. Должно Было Быть Около Полуночи. Слезы Брызнули Из его Глаз. Он Поехал На удачу. Погода Утихла, Тучи Расходились, Перед Ним Лежала Равнина, Устланная Белым Волнистым Ковром. Ночь Была Довольно Ясна. Он Увидел Невдалеке Деревушку, Состоящую Из четырех Или пяти Дворов. Владимир Поехал К ней. У первой Избушки Он Выпрыгнул Из саней, Подбежал К окну И стал Стучаться. Через Несколько Минут Деревянный Ставень Поднялся, И старик Высунул Свою Седую Бороду. Шо Те Надо? Далеко Ли Жадрина? Жадрина-то Далеко Ли? Да-да, Далеко Ли? Недалече, Верс Десяток Будет. При Сем Ответе Владимир Схватил Себя За Волосы И Остался Недвижим, Как Человек Приговоренный К смерти. Откоре Ты Продолжал Старик. Владимир Не имел Духа Отвечать На Вопросы. Можешь Ли Ты, Старик, Сказал Он, Достать Мне Лошадей До Жадрина. Какие У нас Лошади? Отвечал Мужик. Да Не могу Ли Взять Хоть Проводника. Я Заплачу Сколько Ему Будет Угодно. Постой, Сказал Старик, Опуская Ставень. Я Тебе Сына Вышлю. Он Тебе Проводит. Владимир Стал Дожидаться. Не Прошло Минуты, Он Опять Начал Стучаться. Ставень Поднялся. Борода Показалась. Что Тебе Надо? Что Ж Твой Сын? Сейчас Выйдет, Обувается. Аль Ты Прозяб. Взойди Погреться. Благодарю. Высылай Скорее Сына. Ворота Заскрепели. Парень Вышел С дубиною И пошел Вперед, То Указывая, То Отыскивая Дорогу, Занесенную Снеговыми Сугробами. Которая Час? Спросил Его Владимир. Да Уж Скоро Рассветет, Отвечал Молодой Мужик. Владимир Не Говорил Уже Ни Слова. Пели Петухи И Было Уже Светло, Как Достигли Они Жадренно. Церковь Была Заперта. Владимир Заплатил Проводнику И поехал На двор К священнику. На дворе Тройки Его Не Было. Какое Известие Ожидало Его. Но Возвратимся К Добрым Ненарадовским Помещикам И посмотрим, Что-то у Них Делается. А Ничего. Старики Проснулись И Вышли В Гостиную. Гаврила Гаврилович В Колпаке И Байковой Куртке. Просковья Петровна В Шлаф Роке На Вате. Подали Самовар И Гаврила Гаврилович Послал Девчонку Узнать От Марьи Гавриловны Каково Ее Здоровье И Как Она Почивала. Девчонка Воротилась Объявляя, Что Барышня Почивала Дедурно, Но Что Ей Де Теперь Легче И Что Она Де Сейчас Придет В Гостиную. В самом Твоя Голова Маша Спросил Гаврила Гаврилович Лучше Папенька Отвечала Маша Ты Верно Маша Вчерась Угорела Сказала Просковья Петровна Может Быть Маменька Отвечала Маша День Прошел Благополучно Но В ночь Маша Занемогла Послали В город За лекарем Он Приехал К вечеру И Нашел Больную В Бреду Открылась Сильная Горячка И Бедная Больная Две Недели Находилась У края Гроба Никто В доме Не знал О предположенном Побеге Письма Накануне Ею Написанные Были Сожжены Ее Горничная Никому Ни о чем Не говорила Опасаясь Гнева Господ Священник Отставной Корнет Усатый Землемер И Маленький Улан Были скромны И Недаром Терешка Кучер Никогда Ничего Лишнего Не высказывал Даже И Вахмелю Таким Образом Тайна Была Сохранена Более Чем Полудюжинную Загрузу Заговорщиков Но Мария Гавриловна Сама В Беспрестанном Бреду Высказывала Свою Тайну Однако Ж Ее Слова Были Столь Несообразны Ни с чем Что Мать Не отходившая От ее Постели Могла Понять Из них Только То Что Дочь Ее Была Смертельно Влюблена Во Владимира Николаевича И что Вероятно Любовь Была Причиною Ее Болезни Она Советовалась Со своим Мужем С некоторыми Соседями И Наконец Единогласно Все решили Что Видно Такова Была Судьба Марии Гавриловны Что Суженного Конем Не Объедешь Что Бедность Не Порок Что Жить Не С Богатством А С Человеком И Тому Подобное Нравственные Поговорки Бывают Удивительно Полезны В тех Случаях Когда Мы От себя Мало Что Можем Выдумать Себе Воправдание Между Тем Барышня Стала Воздоравливать Владимира Давно Не Видно Было В доме Гаврила Гавриловича Он Был Напуган Обыкновенным Приемом Положили Послать За ним И Объявить Ему Неожиданное Счастье Согласие На Брак Но Каково Было Изумление Ненарадовских Помещиков Когда В ответ На их Приглашение Получили Они От него Полусумасшедшее Письмо Он Объявлял Им Что Нога Его Не Будет Никогда В их Доме И Просил Забыть О Несчастном Для Которого Смерть Остается Единую Надеждою Через Несколько Дней Узнали Они Что Владимир Уехал В армию Это Было В 1812 Году Долго Не Смели Объявить Об этом Выздоравливающей Маше Она Никогда Не Упоминала О Владимире Несколько Месяцев Уже Спустя Нашет Имя Его В числе Отличившихся И Тяжелораненых Под Бородином Она Упала В обморок И боялись Чтоб Горячка Ее Не Возвратилась Однако Слава Богу Обморок Не Имел Последствий Другая Печаль Ее Посетила Гаврила Гаврилович Скончался Оставя Ее Наследницей Всего Имения Но Наследство Не Утешало Ее Она Разделяла Искренно Горесть Бедной Просковье Петровны Клялась Никогда С нею Не Расставаться Обе Они Оставили Нина Радова Место Печальных Воспоминаний И поехали Жить В Графское Поместье Женихи Кружились И тут Около Милой Богатой Невесты Но Она Никому Не Подавала И малейшей Надежды Мать Иногда Уговаривала Ее Выбрать Себе Друга Марья Гавриловна Качала Головой И Задумывалась Владимир Уже Не Существовал Он Умер В Москве Накануне Вступления Французов Память Его Казалась Священной Для Маши По крайней Мере Она Берегла Все Что Могло Его Напомнить Книги Им Некогда Прочитанные Его Рисунки Ноты И Стихи Им Написанные Для Нее Соседи Узнав Обо Все Дивились Ее Постоянству И С Любопытством Ожидали Героя Долженствовавшего Наконец Восторжествовать Над Печальной Верностью Этой Девственной Артемизы Между Тем Война Со Славой Была Кончена Полки Наши Возвращались Из-за Границы Народ Бежал Им Навстречу Музыка Играла Завоеванные Песни Вив Генри Кватр Тирольские Вальсы И Арии Из Жаконда Офицеры Ушедшие В поход Почти Отраками Возвращались Возмужав На бранном Воздухе Обвешанные Крестами Солдаты Весело Разговаривали Между Собою Вмешивая Поминутно В речь Немецкие И французские Слова Время Незабвенное Время Славы И восторга Как сильно Билось Русское Сердце При слове Отечества Время 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 Появление Время 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 Всего Время более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он, своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его. Но каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной и положила ободрить его большую внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку, самую неожиданную, и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гаврилне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая граунд-пассианс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гаврилне. «Она в саду», — отвечала старушка, — «падите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, «А вот дело сегодня же кончится». Бурмин нашел Марию Гаврилну у пруда, под Ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней юромана. После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открытия ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Мария Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно». Мария Гавриловна вспомнила первое письмо. «Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ, отныне будет мучением и отрадую жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность — открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». «Она всегда существовала», — прервала с живостью Мария Гавриловна. «Я никогда не могла быть вашей женой». «Знаю», — отвечал он ей тихо, — «знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований, добрая. Милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы...» «Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю. Я чувствую, что вы были бы моею. Но я несчастнейшее создание. Я женат». Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат уже четвертый год, и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь. Что вы говорите?» — воскликнула Мария Гавриловна. «Как это странно». «Продолжайте. Я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года», — сказал Бурмин, «я спешил в Вильню, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел туда ехать. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй! Где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали! Чуть было бы барышню не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подли нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь!» — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула. «Ай, не он! Не он!» И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал «Пошел!» «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женой?» «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена». «Боже мой!» «Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы, и вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.